Привет! Оксимирон значит. Ну, давайте начнём, а то события разворачиваются так быстро, можем не успеть. И у нас сегодня заглавный трек с альбома, ну, потому что он называется точно так же, как альбом. И в нём по музыкальности всё довольно просто, но вот звуков будет дофига. А это значит, что и мороки будет немало, но в итоге мы получим вот такое вот звучание. Так что, если вы хотите, чтобы я выложил проект этого бита, то прямо сейчас уже можете жать лайк под этим роликом. И поскольку я не знаю, что конкретно здесь использовалось, некоторые звуки я буду создавать за счёт лейлинга, а некоторые будут просто не такими же, но очень похожими. Например, вот этот голос из омнисферы, он не такой же, как в треке, но он, особенно в контексте бита, будет звучать просто очень похоже. Если бы я писал в 91 BPM, то в Grossbyte в Momentary можно выбрать было Transgate 1 и получить вот тот самый гейт, который был использован в треке, но поскольку я пишу в удвоенном ритме, мне придётся рисовать его вручную. Просто берём Empty, зажимаем Alt и рисуем. А мелодия будет состоять из нотки F, потом нотки C, потом C-Sharp, потом нотки A-Sharp. Ctrl-B и последняя A-Sharp переезжает на F. И вообще, тут всё звучит на F, так что Press F to Pay Respect. Сложные мелодии, так сказать. И ещё там вначале используем такой FX Plug, прикольненький, и я опять же не знаю, что это за сэмпл, поэтому я буду использовать Layering. Первым я возьму вот этот сэмпл, он звучит на нотке C, поэтому ничего ему настраивать не надо, просто сбросим его в следующий канал микшера и закинем на него в первую очередь RC-20. Но если отключаем его, отключаем Distortion на максимум. Decay на минимум, Space на максимум, немножко отпилим ему вверх. И чтобы добавить ему остроты, можем на первое место закинуть DS-10 Drum Shaper, атаку на максимум, Sustain на минимум. И он, ну, как бы на копеечку становится острее. И давайте сразу на этом эквалайзере ему немножко отпилим низ. Out ему открутим до конца. Есть вот такой вот прикольный голосовой сэмпл. Почти в самом начале у него есть очень красивая нотка G. Вот этот кусочек я и хочу взять, поэтому мы берём в настройках сэмпла, откручиваем его начало. И откручиваем окончание, как-то вот так. Normalize, Out. И в настройках сэмпла ставим корневую нотку на G, потому что мы видели, что эта нотка звучит на G. И получаем вот такой звук, который тоже отправляем на какой-нибудь следующий канал. На первое место тоже DS-10 Drum Shaper, только не совсем на максимум. И после этого точно так же ставим RC-20, только уже с более, скажем так, мягкими настройками. Space наполовину, Decay чуть-чуть. Отпиливаем низ и побольше Disco. И точно так же отпиливаем низ. На основной сэмпл давайте накинем тоже RC-20. Какую-то вот такую штуку провернём Space. А давайте Gross Beat попробуем переместить вниз. Да, так прикольнее. То есть он получается более острый, иначе ревер размывает Gross Beat, а мы ставим Gross Beat вниз. И поэтому как бы он Gross Beat уже зареверберированный звук. И атаку на Gross Beat и Release тоже чуть увеличим, чтобы звук был резким, но не супер резким. Типа грязь-грязь, но не совсем грязь. Теперь добавим вот такой вот басец Edit & Beach Corrector. Он играет на нотке E, и поэтому идём в настройки сэмпла и задаём здесь нотку E. Ещё-ещё давайте сразу CrossFit и мы крутанём, чтобы он стал бесконечным. Потому что у нас есть целых три вариации баса в этом треке. Первая, которую мы сейчас и пропишем, это просто... Всё. Вот такая вариация баса. Ему сейчас будет подыгрывать брас из Nexus. Вторая вариация баса это... Вот так, то есть ненамного сложнее. И третья прям с настоящей, настоящей мелодией, прям как у голоса, но об этом позже. И добавим сразу Nexus. Там нужен нам такой какой-нибудь простенький брас из Nexus. Или можем взять вот этот. Только ещё на октавку ниже. Давайте всё-таки вот этот и ещё в миксе. И он у нас будет играть октаву. Верхнюю нотку тише. Да, только он будет гораздо тише голоса. Я не уверен, что во вступлении есть бас, так что давайте его убавим. Потому что без него брас вообще всё мясо потеряет. А убавляем его для контраста, чтобы после вступления он появился и он был большим и громким. И вот в целом мы закончили делать вступление. Давайте Ctrl-C, Ctrl-V всё в новый паттерн. Nexus партию удалим и добавим плагин Contact. И в нём вот эту библиотеку и вот этот пресет. Он играет что-то типа... Только ещё ниже. Вот. И он будет подыгрывать тоже октавкой нашему басцу. Бас погромче. Нагоним Velocity Brass'а, чтобы он стал поярче. И просто немножко убавим громкости. Если это не Ханс Циммер, то как минимум Джон Уильямс по звучанию. Если вам этот видос уже нравится или вы уже захотели поковыряться в финальном итоговом проекте, то есть который получится в конце этого видео, то можете прямо сейчас под это видео пройти и поставить лайк. И как только этот ролик соберёт 3333 лайка, ну то есть 3,3 тысячи лайка, как это сейчас пишется на Ютубе, я выложу проект этого бита у себя в Инстаграме по ссылке в описании. И там, ну там, короче, вы найдёте информацию, где лежат эти проекты. Так что можете прямо сейчас поставить лайк этому ролику и не забудьте подписаться на канал, потому что если этот ролик вам уже нравится, то другие ролики понравятся точно. В самом треке есть звук, который летает из стороны в сторону, лево-право, лево-право. И вот я решил сделать его из этого звука, посмотрим Edit and Pitch Corrector, он почти полностью на ноте ми, так что давайте в настройках сэмпла поставим ноту ми и просто его подкратим в начале. И чтобы не было вот этого дурацкого щелчка, можем настроить ему Envelope, вот так вот, и атаку чуть-чуть подкрутить. Играть он будет на нотке F. На микшере на него сразу же закидываем Eco Boy, Eco E Boy. Пинг-понг ставим здесь вместо одной восьмой, одна вторая, и здесь ставим одна вторая. Фидбэка давайте вот так навалим и чуть-чуть побольше в это. И давайте ещё немножко его расширим стандартными методами. И добавим после этого сразу RC20. Ради сатурации и ради спейса. Играть он будет на каждый второй снейр, типа. Ещё в этой части тихо-тихо-тихо-тихо играет вот какой-то вот такой вот хэт. Только потише. Ctrl-L тоже его на микшер, и он у нас будет играть во фруте-реверби. Cathedral. И тихо-тихо он будет играть. Ну и, конечно, даже такому хэту нужно подкручивать shift. И вообще, как вам альбом Оксимирона? То есть, я разные, совершенно разные отзывы читал. Кто-то говорит, что это, типа, просто тяжело слушать, если ты хотя бы в 2020 году уже слушал рэп. А кто-то говорит, что, типа, это, ну, невероятное просто откровение. Лично мне такого рэпа всё-таки немного не хватало. Но я для себя отметил, что треков много, текста много. И когда ты слушаешь полностью альбом от начала до конца, то ты немножко, как бы, устаёшь всё-таки. Но совершенно точно, совершенно точно на этом альбоме есть крутота. А как он вам? Напишите в комментариях, мне реально очень интересно будет прочитать, потому что релиз как минимум неоднозначный. Ну и давайте добавим уже биточек. И начнём с целой пачки снаеров, ну потому что мне так хочется. Вот первый снаер, вот этот снаер, который будет выполнять у нас роль реверба на снаере. Вот этот клэп тоже с таким хвостиком, но уже более яркий. И мне хочется в этот раз немножко подложить open head под снаер. Парт снаера просто максимально стандартный. Этот снаер и вот этот снаер будут отбивать ритмические партии. То есть вот... А на все остальные просто копируем, копируем, копируем. Open head максимально укорачиваем. И делаем тише. Этот снаер, этот погромче. А этот потише. Атмосферный снаер. Давайте клэпу всё-таки всю его реверберацию отпилим. Вот как-то так. Всё равно самым главным снаером остаётся обычный снаер, а всё остальное ему просто подыгрывает. Ещё вначале будет играть вот такой вот стомп и вот такой вот крэш, опять же, на стандартных местах. И потом добавим вот такой open head. Ему настроим envelope и он будет играть перед вторым снаером. Остался кик и закрытый head. Начнём с кика. Партия просто предельно простая громкость на максимум. Всё. А закрытый head будет играть чуть поинтереснее. Давайте его чуть-чуть подкоротим. Конечно же, крутанём ему shift. Парт у него тоже не сложный, только вот здесь вот у нас будет ускорение аж на третях. Потом всё будет снова как обычно. Но опять же, я пишу так, как я услышал это в треке. По-моему, там примерно как-то так. Можно ещё нажать alt-r и немножко покрутить велосити. Вот мы прописали предприпевную часть. Сейчас у нас будет всё самое жирное. Так что ctrl-c, ctrl-v в новый паттерн идём. И бас, и брас сейчас у нас будут играть серьёзные мелодии. Так что надо их прописать. Во-первых, вот так. Вот так. C и снова A, G. И то же самое будет играть у нас брас. Ну, точно так же, правда, октавами. Эпика стала конкретно больше. Ещё у нас меняется партия кика, но не совсем уж, чтобы прям как-то жёстко она меняется. Потом вот так и вот так. Ещё в этой самой жирной части в треке добавляется несколько там то ли хэтов, то ли хэт лупов. Ну, я просто накидаю ещё больше хэтов. Вот этот хэт будет играть максимально просто заурядную партию. Вот так второй делаем потише. Всё вместе чуть погромче. И ctrl-b. Чтобы они не вступали в конфликт вот с этой пробежкой, давайте поднимем её на октаву в этой максимальной жирной части. Вот этот звук просто будет играть два раза за восемь тактов. И потише чуть-чуть. И вот этот хэт будет играть так. Та-та-та, та-та-та. Ну, типа, тоже невероятно сложно. Вот так вот. Не все громкости пока правильные, так что давайте всё переименуем. И я сброшу всё на микшер. Ну, и прежде чем мы перейдём к обработкам и балансу, я забыл, что open-head в припевной части звучит в два раза чаще. То есть... И ещё... Вот такой вот баланс примерно я сделал. Я постарался сделать так, чтобы как бы ничто так сильно не выпирало, чтобы всё было примерно цельно. На брас я накинул вот такую вот довольно сложную эквализацию. То есть чуть-чуть серединки подрезал и сайт составляющую у низа подрезал. Потому что если мы послушаем... Не знаю, на ютюбе будет ли вам слышно или нет, но он всё-таки играет в большие пачки. И он должен освобождать место и под ударный, и под бас. И поэтому я вырезал. Из баса я вырезал вот чуть-чуть в районе 300 Гц. Но зато приятнее звучит с киком, по-моему, теперь. И на ударных я дал Сатурна абсолютно стандартная настройка. Единственное, ещё два средних бэнда чуть-чуть вот прибрал. Стандартный мой канал, сент-канал с реверберацией. То есть параметрика Q2 со срезом вверх. Винтаж Верб с пресетом Тайтрум и с поднятым низом. И по чуть-чуть отправляю все ударные звуки, кроме тика на этот канал. И чуть-чуть подмешиваю. Разница микроскопическая, но она есть. По-моему, на ударных становится чуть больше пространства. Мне так больше нравится. И на группе инструментов Сатурн, у которого тоже два средних бэнда и чуть-чуть низкий бэнд. Вот чуть-чуть прибрано, буквально. Сюда и бас тоже, кстати, приходит. Пока получилось примерно вот такое звучание, давайте сделаем структурку. Вот такая структурка. Всё как бы идёт просто по нарастающей. И в конце вот этого всего безобразия у нас идёт какой-то там ревёрснутый FX. Но я просто решил добавить вот такой. Естественно, он будет гораздо-гораздо тише сейчас. Ctrl-L или на какой-нибудь микшер его отправим. Ещё у нас здесь вообще всё сокращается. Вот этот снэр играет. И тут у нас ещё есть дополнительный FX. Какое-то небольшое тремоло накладывается на голос, и он начинает как бы немножко дрожать. Сейчас мы это сделаем с помощью grossbit. На омнисферу просто закидываем ещё один grossbit. Правая кнопка мышки пресета Momentary. И выбираем здесь пресет AM. Где-то в центре находим пипку и тянем за неё вниз, чтобы получить... Побыстрее. Вот такой вот скорости нам хватает. Теперь grossbit, правая кнопка мышки, create automation clip. Создаём клип автоматизации его wet dryer. И просто здесь он где-нибудь начинает нарастать. И здесь у нас ещё два дополнительных стомпа. И начинается снова то же самое, что и вот здесь. Да, звуков много получилось. Я решил добавить вот этот стомп и вот этот стомп. Сбросим их на какой-нибудь там отдельный свой собственный канал микшера. И убавим. Ещё на них мы закинем в рехалу шиммер, чтобы был такой супер-мега-длинный хвост. Для этого пресет Concert Hall и микс где-нибудь 38 сойдёт пока что. Немножко отпилим им низ. Вот так вот, чуть-чуть. То, что нужно. И ещё вот в этом месте, в треке, вот этот голосовой сэмпл уходит в low-pass, чтобы освободить место под голос. Но поскольку у нас голоса, а Оксимирона нет, нам это делать совершенно не обязательно. Ну и остался нам Озон на мастере. Ну и помимо Озона я всё-таки чуть-чуть убавил ударный. И небольшую эквализацию сделал на голос. Буквально чуть-чуть. Потому что ну слишком много тут всего. Ну и такие вот настройки на Озоне. На Imagery Gentle Veef. На Vintage EQ 200 Гц я чуть-чуть отпилил. На Exciter'е у нас пресет Gentle Tape, у которого я убавил вот этот бэнд. И на максимайзере настройки вы видите сами. И перед тем, как мы послушаем этот шикарный, надеюсь, по вашему мнению, виток, напоминаю вам, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от АДАЯ, который в том числе подойдёт и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И чтобы его заказать, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании под этим видео. Можете написать мне ВКонтакте в личные сообщения или в Директ в Инстаграме. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. Если это видео показалось вам интересным, полезным или просто понравился биток, то смело прямо сейчас ставьте лайк под этим роликом. И обязательно подпишитесь на канал. Кнопочка подписаться есть внизу. Если это видео вам понравилось, другие понравятся точно. И на этом у меня уже точно всё. С вами был Стас Гарфпрод. Я надеюсь, вам было интересно со мной в этом видео. И я уже жду вас в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok